В этом году Свято-Троицкому храму села Винниково Курской области исполняется 170 лет. Само здание церкви является памятником архитектуры регионального значения. А история храма неразрывно связана со знаменитой певицей Надеждой Васильевной Плевицкой, чьим голосом восхищался император Николай II. «Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца», — говорил он. К сожалению, Винниковский храм дважды за всю историю переживал пожар. Первый раз восстановлению церкви посодействовала знаменитая исполнительница, а второй раз помочь преодолеть бедствие могут все неравнодушные люди. Будучи уроженкой этого села, Плевицкая в детстве пела здесь в церковном хоре, а будучи знаменитой, много жертвовала на убранство этого необычного храма, построенного из дуба и покоящегося на фундаменте из местных фосфоритов. Ее усилиями в Винниковскую церковь был доставлен колокол. В 1914 году, когда страшный пожар спалил все село, Плевицкая выступала с благотворительными концертами, средства от которых передавала погорельцам. И вот в нынешнем году в Винницах случился новый пожар. Он не пощадил старинный храм. Внутри здания выгорело почти полностью. Утрачены престол, жертвенник и церковная утварь. Погибли иконостас, киоты, уничтожено убранство храма. Однако, к счастью, здание подлежит восстановлению, и местные прихожане делают все возможное, чтобы церковь вновь засияла во всей своей красе. По благословению митрополита Курского Ирыльского Германа, по Курским храмам объявлен сбор средств на восстановление сгоревшей церкви. И памятуя обычаи и нравы наших боголюбивых предков, было принято решение устроить благотворительное мероприятие под названием «День ангела» в память Надежды Васильевны Плевицкой. Ну и стали взаимодействовать с Курской епархией, вернее, с молодежным отделом. И вот предложили, что есть такая вот тема, что есть такая потребность в сборе средств на восстановление храма в селе Вениково. Тем более, что это не просто храм. Это свято-троицкий храм в селе, в котором родилась знаменитая курская певица, вообще не только курская, известная на всю страну, Надежда Плевицкая. В свое время в этом храме уже был пожар в начале XX века, как вот и сейчас недавно был пожар. И Надежда Плевицкая своими концертами как раз собирала средства на восстановление этого храма. Ну и вот мы решили как-то, каким-то образом повторить ту историю. Концерта будет три. Первый концерт 10 октября в Курске в 19.00 в Доме знаний на Радищево, 35. Второй концерт в самом Вениково, это будет в 13.30 на следующий день, 11 октября. Местом проведения станет кинотеатр имени Щепкина, поселка Винниково Курской области. Зрители ожидают сначала мастер-классы народных промыслов и свадебные обряды Курской губернии, а затем концерт лауреата международных конкурсов в Санкт-Петербургской певице Светланы Зориной. И третий концерт в селе Беседино, тоже в 13.00, уже получается 12 октября. Ну, в принципе, в программе будут и духовные песни, и баллады моего сочинения такие, и русские народные, украинские песни. Кстати, именно народные песни очень любила петь Надежда Плевицкая. Буду читать свои стихи. Наверное, покажем клипы, если будут возможности. Кажется, они там будут. То есть все будет насыщенно, интересно. И привлечение внимания, и чтобы людям, которые были в зале, все это понравилось. Что касается детей, так как мы планируем небольшие программы, час 10, час 15, то это вполне возможно. И я думаю, что им будет интересно. Они все это выселят, как обычно бывает на моих концертах. Дети присутствуют, я этому очень рада. И все хорошо. Собранные на мероприятии средства будут направлены на возрождение Венецкого Свято-Троицкого храма. Спасибо. Спасибо.